Ну прям интересная катка. Пришёл, все разморозились, чуть не сдох. Прежде, чем атаковать эту укреплённую позицию, нужно дождаться ледяной бури. Выкладывай. Я сокрушу любые преграды. Приближается ледяная буря. Это мой мир. У нас мало времени. Вперёд! Я говорю, войска протосов заморожены. Это месторождение минералов выработано. Я иду. У нас мало времени. Что теперь? Покончим с этим. Я сокрушу любые преграды. Рой не знает, что стало. Филы уничтожены. Отступаем! Экспедиция протосов не сможет связаться с Шакуросом. Теперь мне откуда ждать помощи. 20 незамороженных сооружений противника. Это прикольно. Интересно, на этой планете ещё, наверное, задания будут? Моя королева, мы захватили пленницу. Она говорит, что занимается исследованиями. Я не давала приказ брать пленных. Она была нужна аббатуру для вскрытия. Зачем? Он не сможет использовать генетический материал протосов. Ему нравится пробовать. Моя королева, теперь в своих покоях ты можешь изменить набор активных способностей. Да ладно. Керриган, архив. Норхив это задание. Побазарим сначала. Хорошо ли проходит охота? Да, моя королева. Слишком много крови. Протосы убили бы тебя, если бы у них была возможность. Они не зерги, а это означает, что они враги. Всё так просто? Для зергов – да. Чтобы моя королева не потеряла, она приобрела важную вещь. Чистоту эссенции. Ты – воплощённая воля зергов. Голосара какая-то. Что вы здесь делаете? Изучаем Луну. Пытаемся выяснить, можно ли изменить скорость её вращения и улучшить климат. Понимаешь, мы обычные колонисты. А ты убиваешь нас. Если я оставлю вас в живых, вы тут же призовёте золотую армаду, и тогда мне конец. Убить тысячи, чтобы спастись самой – это твоё оправдание. Я не пытаюсь найти оправдание. Здесь нет правых и виноватых. До этого протасы убили миллиарды зергов. У всех нас руки в крови. Может, мои по локоть, а твои по запястье. Но всё равно мы обе убийцы. Вот и поговорили. Стая Нафаш снова стала частью Роя. Когда протасы напали, Нафаш вернулась на подготовленную позицию в пустошах. Протасы отправились за ней. Она была умной, осторожной и упорной. Но она сделала одну ошибку – сбежала. Так, таракан и обыклик. Что это за звуки? Неудачные эксперименты. Переработка в биомассу. Медленный процесс. Мог бы сначала убить их, чтобы прервать их мучения? Напрасные усилия. Существа скоро погибнут. Боль не имеет значения. Аббатур, когда ты говоришь подобные вещи, я почти вспоминаю кое-что о тебе. И чувствую злость. Злость – результат воздействия адреналина. Реакция на угрозу. Я не представляю угрозы. Злость напрасна. Не тебе это решать. Так, но мутация эта стоит. Это все нормально. Таракан. Что у таракана здесь? Йодоводородная киспота. Легким боевым единицам или на 50% больше урона. Три к броне. Запас здоровья будет. Если запас падает ниже 50. О, ну вот эта тема. Ну и все, назад. Керриган, чего там? Это твои персональные покои. Здесь можно изменить нейронные пути и подготовиться к битве. С ростом силы перед тобой будут открываться новые, более мощные способности. Их набор может быть изменен в любой момент. Короче, надо стараться все дополнительные задания делать. Так, здесь что? Максимальный запас увеличивается на 200. И скорость восстановления здоровья увеличивается. Цепная реакция атаки наносит изначально цели обычный урон. После чего поражает нескольких противников, нанося 10 единиц урона каждой дополнительной цели. Пассивная и пассивная. Протасы все еще пытаются предупредить Шакурас о том, что мы здесь. Здесь. Они готовятся запустить челноки на Шакурас через канал искривления. Перехват. Ну да, это на этой же планете. Так, очну и здесь, наверное, сохранюсь. Потом поиграю еще. Ну, интересно, но откуда там 70 уровней? Это столько дополнительных заданий будет, что 70 уровней можно прокачать. Дистанционная атака эффективно фокусирует свой конь на одиночной цели. Пользуйтесь этим, когда нужно уничтожить что-нибудь как можно быстрее. Протасы готовят челноки к запуску. Канал искривления. Но куда же он ведет? Я чувствую миллионы протасских разумов. Это Шакурас! Если хотя бы один челнок пройдет через канал, то на Шакурасе узнают о том, что мы здесь. Значит, нам нужно разрушить канал? Нет, на Шакурасе это заметят. Единственный выход — сбивать челноки протасов. Гидролизки на фарш. Абатур, ассимилируй их эссенцию. Гидролизк воссоздан. Возможно, мутация из личинки. Мне нужно больше гидролизков, чтобы уничтожить челноки. Ну, все понятно. Чтобы уничтожить вражескую авиацию, нужно создать больше гидролизков. Ну и все. Потом до Шпиля сохранить. Короче. Субтитры сделал DimaTorzok